Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об основах подкормки такой требовательной к плодородию культуры, как земляника садовая или клубника. Зачастую на каналах разных блогеров, а также в публикациях в сети интернет и даже в печатных изданиях можно найти различные советы по подкормке земляники. А они, к сожалению, далеко не всегда профессиональны. Поэтому я очень хочу поделиться с вами своими знаниями по подкормке, по удобрению этой культуры. Ведь на самом деле для того, чтобы получить большой урожай земляники, надо как следует удобрить почву. Земляника очень требовательна и к органическому веществу, и к минеральному веществу в почве. Более того, ее корневая система расположена в слое от 0 до 30 см. Это является важной особенностью земляники и отличает ее от большинства других плодовых и ягодных растений. Надо обеспечить в этом небольшом слое почвы оптимальное содержание всех доступных элементов питания. В первую очередь это касается высоких доз фосфорных калийных удобрений, а также органики. Особенно важно вносить органику на легких и средних почвах. Земляника очень требовательна к дыханию корней. Для нее совершенно не годятся почвы тяжелоглинистые, заплывающие, с тяжелым таким составом. Если у вас на участке именно такие почвы, то вам придется предпринять усилия для того, чтобы сделать почву легче. Это можно вносить песок, это можно вносить различные компосты, вместе с ними органическое вещество будет вноситься. Можно вносить опилки, можно вносить даже битые кирпичи и такого вот подобного рода пористые минеральные материалы. К органике клубника настолько чувствительна в положительном смысле, что при планировании посадок в почву вносят на 1 квадратный метр примерно одно ведро навоза. Это довольно много и связано это именно с тем, что земляника очень и очень требовательна к элементам питания. Также при подготовке участка под посадку земляники на каждую сотку вносят 1 кг действующего вещества фосфора и 1,5 кг действующего вещества калия. Что значит действующего вещества? На любом удобрении на упаковке написано, сколько действующего вещества в процентах содержит это удобрение. Например, мочевина содержит около 50% азота. Значит, если нужно внести 1 кг азота по действующему веществу, это означает, что надо внести 2 кг мочевины и так далее. Непосредственно перед посадкой удобрения под землянику не вносятся. Несмотря на то, что она так чувствительна к наличию питательных веществ в почве, она одновременно и весьма чувствительна к высоким концентрациям минеральных веществ. Поэтому не менее чем за 3 месяца удобрения в почву вносятся при планируемой посадке земляники. Не менее чем 3 месяца. Если вы при планировании посадки земляники заранее не внесли удобрения, то лучше ничего не вносите. За исключением азота. Даже если вы азот заранее не внесли, все равно необходимо внести примерно 500 г действующего вещества азота на сотку под землянику на высадку. Иначе никакого урожая в следующем году вы не получите. Не важно, делаете вы такую заправку весной под весеннюю посадку или осенью, при посадке осенью. Азот все равно надо внести. Это не считая необходимого количества ранее внесенного органического вещества. Но повторюсь, даже если вы ничего не вносили, азот все равно внести надо. Сроки внесения фосфорных и калийных удобрений зависят от срока посадки. Это оптимальное. Если вы планируете посадить землянику весной, то удобрения нужно вносить осенью прошлого года. Если вы планируете всадить землянику осенью, то заправьте этот участок весной фосфором и калием. Что же посадить на этом участке? Лучше всего, если вы там посадите сидераты. Это может быть люпин, это может быть редька масличная, это может быть что угодно. В этом случае сидераты смогут превратить частично внесенные удобрения в органическое вещество и наилучшим образом будут его отдавать под землянику, под ее нужды. В плодоносящих насаждениях удобрения вносятся несколько иначе. Половину азотного удобрения всегда вносят весной и больше ничего не вносят, потому что калийные и фосфорные удобрения надо было внести осенью. Вторую половину азотных удобрений вносят вместе с калийными и фосфорными после плодоношения ближе к осени. Особенностью ремонтантных сортов земляники является то, что у них удобрения вносятся не дважды, а трижды, а то и четырежды за год по мере уборки урожая, по мере отхода волн. Азотное удобрение в таком случае часть вносится весной, вторая часть после первой волны плодоношения и третья часть после второй и последней волны плодоношения. Если она продолжает плодоносить, то в этом случае последний внос азотных удобрений должен быть сделан после, сразу же после последнего сбора урожая, когда бы вы его не сделали. То же самое в отношении ремонтантной земляники касается фосфорных и калийных удобрений, только с той разницей, что весной их не вносят, а вносят после первого, первой волны плодоношения и после последующих, вплоть до последнего сбора. Последний сбор сделали и внесли. Но что же делать, если вы не смогли внести удобрения с осени прошлого года, калийные и фосфорные, и вам нужно обеспечить достаточно большой урожай земляники. В этом случае калийные и фосфорные удобрения выносятся только в жидком виде. В концентрации не более 2% раствор минерального удобрения. 2% означает, что вы можете растворить не более 200 грамм удобрений, будь то фосфорная, калийная или их смесь, в ведре воды. Пол-литра такого раствора удобрений является хорошей дозой для обеспечения быстрого поглощения фосфора и калия растущими растениями земляники. После того, как был убран урожай, необходимо провести подкормку, как я уже сказал, фосфорными и калийными удобрениями, а также различными микроэлементами, среди которых на первом месте стоит цинк, железо и кобальт. Это полностью обеспечивает растения земляники различными микроэлементами и исключает хлороз. В августе, когда идет закладка цветочных почек и задел будущего урожая, несмотря на какие подкормки вы делаете в почву, обязательно нужно провести подкормку земляники 2% раствором калийной селитры, а также комплексными макро- и микроудобрениями, в том числе содержащими гуматы, а также различными стимуляторами роста, потому что именно в августе месяце земляника однократного сбора закладывает весь урожай на будущий год. Ремонтантную землянику после первой волны необходимо точно так же подкормить вне корневого и после каждой последующей волны отошел урожай, сделали вне корневую подкормку и корневую, отошел урожай, сделали вне корневую и корневую. Кроме того, обязательно необходимо делать подкормки в землянике бором. Это необходимо делать перед цветением, когда уже сформировались бутоны, а также во время цветения. Чайная ложка борной кислоты на ведро воды во всех случаях является очень хорошей дозой для обеспечения земляники бором и для хорошего завязывания ровных, красивых и сладких ягод без деформации. Помните, что чем больше земляника откладоносила, тем больше она нуждается в питательных веществах. Кроме того, количество удобрений, которые вы вносите, еще и зависит от плодородия почвы. Вы можете немного больше или немного меньше удобрений вносить, в зависимости от того, насколько удобрен ваш участок, но дозы должны быть следующими. Количество азота в каждой подкормке, в каждой, сколько бы их ни было, должно быть не меньше 350 грамм действующего вещества на одну сотку. Фосфор и калий вносимый осенью должен составлять не менее 600 грамм действующего вещества фосфора и не менее 700 грамм действующего вещества калия в сухом виде на одну сотку. Если у вас земляника ремонтантная, то дозы азота, фосфора и калия должны быть поделены равномерно по каждой подкормке. Но помните, что в первую подкормку в сухом виде вы вносите только азот. Фосфор и калий в первую весеннюю подкормку должен вноситься преимущественно только в жидком виде. Это правило. Однако же из этого правила имеются исключения. Вы можете внести азот, фосфор и калий в сухом виде, но при специфическом способе внесения. Как это делать? Сейчас вам покажу. И помните, что если вы планируете, что этот год будет последним для сбора урожая земляники и плантацию вы уничтожаете, то полная заправка всеми удобрениями должна быть сделана весной и только тем способом, о котором я вам сейчас расскажу. Пойдемте делать смеси удобрений и пойдемте делать подкормку. Итак, предположим, что я осенью все сделал по технологии, внес фосфорные, калийные и половинную дозу азотных удобрений в прошлом году после уборки урожая и в этом году мне надо подкормить мою землянику весной азотом. В качестве удобрения я буду брать карбамид. Карбамид содержит почти 50% действующего вещества азота. Если мне нужно взять 350 грамм азота на сотку, то означает, что я должен равномерно по одной сотке разбросать 700-750 грамм вот этого карбамида. У меня здесь 3 килограмма и мне этого карбамида хватит на довольно большую площадь. Если же я не подкормил с осени после плодоношения землянику в полной дозе или я не уверен, что плодородие моей почвы в достаточной степени обеспечит большие урожаи земляники, в этом случае я должен буду составить удобрительную смесь. На одну сотку я должен взять 750 грамм вот этого карбамида, чтобы обеспечить 350 грамм действующего вещества азота. Следующее, что я должен взять, это фосфор. Фосфор я должен взять примерно 600 грамм действующего вещества на одну сотку. Поскольку я буду пользоваться суперфосфатом, вот у меня есть такой аммонизированный, это ничего страшного, в нем немножко 9% азота есть, чуть-чуть. В землянике это только на пользу. И 30 грамм у меня здесь есть фосфора. Поскольку мне нужно 600 грамм, то мне нужно 1,8 кг вот этого удобрения. У меня здесь 3 кг, поэтому я высыплю значительное количество этого удобрения. Ну как я рассчитал? 600 грамм мне надо внести, треть оно содержит, 6 на 3 – 18. Делаю, вношу. И еще мне надо 700 грамм калия, не калийного даже удобрения, а действующего вещества, 700 грамм. И у меня есть 2 разновидности калийного удобрения. Это калий сульфат, он содержит 50% калия с небольшим, и хлористый калий, он содержит 60% действующего вещества калия. Можно взять и тот, и другой, и смешать здесь одновременно. Земляника, к счастью, относится к тем культурам, которые присутствие хлора выносят более-менее спокойно. А, конечно, калий хлористый предназначен в большей степени, в гораздо большей степени для внесения в осенний период, для того, чтобы хлор вымылся талыми водами, а калий останется в почве. Но поскольку под землянику мы будем вносить эту комплексную подкормку специфическим сухим способом, я буду использовать именно его. Кроме того, надо помнить, что удобрения, полученные из природных минералов, будь то суперфосфат или хлористый калий, одновременно содержат значительное количество микроэлементов, а также других элементов питания. Например, хлористый калий содержит небольшое количество кальция, магния и других элементов питания. Ведь они взяты из земли, и естественно, что там будут разные элементы. А вот сульфат калия получен химическим путем, он как раз микроэлементов не содержит. Но это как сравнивать природную минеральную воду и минеральную воду, искусственную минерализацию. Это две большие разницы. Итак, мне нужно 700 грамм действующего вещества. Здесь его 60%. Я должен взять чуть меньше, чем в 2 раза больше. Значит, если бы было в 2 раза больше, то это было бы 1,4 кг. А я должен взять немного меньше, ну примерно 1,2 кг. Я должен взять. В этом пакете у меня 3 кг. Ну, значит, я буду высыпать чуть меньше половины. Итак, я приготовил удобрительную смесь на основе 3 удобрений. Я, так сказать, как будто бы двоечник, как будто бы я с осени ничего не сделал. Взял половинную норму азота и полную норму фосфора и калия. Если у меня земляника однократного плодоношения, то вот это всё я внесу прямо сейчас. Если же у меня земляника ремонтантная, то дозу фосфора и калия я должен был бы поделить на 2, а то и на 3 части. В зависимости от того, какова моя земляника, какой сорт, сколько волн плодоношения она даёт. Или 2, или 3 волны. После тщательного перемешивания мы пойдём вносить это удобрение особым способом. Пойдёмте. Первый способ подкормки. В посадках, которым уже не один год, в любом случае там, где уже находятся растения, недаром я пришёл в посадки смородины, ведь она тоже требует подкормки, как и малины, ежевика и другие растения. Вот первым способом для подкормки, в том числе земляники, является луночное внесение сухих удобрений. В этом случае, в зависимости от того, какая у вас почва, насколько она мягкая или плотная, вам необходимо проделать на глубину 10-15 см отверстия в земле. Для этого могут понадобиться или грабли, лопата, ну, череночек, чтобы был, либо же для этого можно использовать обыкновенный ломик. Когда вы делаете вот такие вот отверстия, вы должны предусмотреть, что после этого их надо чем-то засыпать. Вот сделали такое отверстие и внесли в такое отверстие примерно одну столовую ложку удобрения. Засыпали. После чего заделали почвой, либо песочком. Вот расчетное количество удобрений, вот этой нашей удобрительной смеси, необходимо внести на сотку, ну, на запланированную площадь. Для того, чтобы не мучиться с тем, сколько вы внесете достаточно, недостаточно рассчитывать эти отверстия и так далее, это может быть не очень удобно. В случае земляники, такой удобрительной смеси необходимо внести одну столовую ложку под каждое растение земляники. От основания земляники, то есть от края куста, от этих рожков, от листиков, необходимо отступить хотя бы 10 сантиметров, проделать отверстие и засыпать туда столовую ложку удобрений. Для каждого кустика. Это достаточной степени обеспечит вам нормальное условие питания растений и не обожгет корни. Второй способ для земляники, это смешивание азотных удобрений, но он только для азотных подходит. С мульчирующими материалами. Это может быть торф, это может быть перегной какой-то, да, там компост. Это может быть, могут быть даже опилки, но в случае опилок количество удобрений азотного необходимо увеличить как минимум на 30%. Ну, опилки надо смешивать равномерно, вносить, разбрасывать. Это все достаточно может оказаться трудоемким. Поэтому именно луночный способ внесения удобрений мне нравится больше. Кроме того, подкормите такой же точно смесью ваши кусты смородины. Примерно 5-6 таких лунок на куст среднего возраста. Если куст у вас старый, сделайте обрезку даже сейчас, уже в такое время, когда почки распустились, смородина этого не боится. И сделайте лунок 10 таких. На каком расстоянии? По проекции куста. Вот как ветки заканчиваются, вот по окружности. Точно так же подкормите малину, ежевику и другие растения. С количеством лунок на сплошных посадках до 10 штук на квадратный метр. Если у вас есть плодовые деревья, то молодые деревья нужно точно так же подкармливать через год. 5-6 лунок в проекции кроны молодого дерева 3-4 летнего возраста будет очень хорошо. Если дерево старше, то такую подкормку надо делать раз в 4-5 лет. Точно так же подкармливаются и взрослые деревья. С той лишь разницей, что количество лунок будет больше. Для дерева среднего размера их может быть и 15-20 штук. А для взрослого дерева и 25-30 лунок в проекции кроны. Вот как не под самый ствол, а именно в проекции кроны. Что ж, надеюсь, что вам стало более-менее понятно и ясно, как правильно подкармливать землянику. Ну и видите другие плодовые растения. Я желаю вам больших урожаев, здоровья и процветания. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok